Доброе утро! Это «Окно в кино» дальше самых заметных событий в мире кинематографа. С 5 по 10 октября в Геленджике пройдет второй фестиваль актуального российского кино «Маяк», на открытии которого покажут уже достаточно нашумевшую анору. В основном конкурсе «Хант», «Хатиненко» и «Новое якутское кино». Куда ж без него? В сюжетах не обошлось без наследия 90-х и столкновения культур и менталитетов. Искать общий язык между свежим российским авторским кино и его потенциальным зрителем будут в осеннем Геленджике с помощью председателя жюри Жоры Крыжовникова. А у нас прямо по курсу цифровые сериальные премьеры недели и начнем мы с долгожданной Амуры. Алена Михайлова сразу в двух ролях. Она играет сестер-близняшек Аню и Надю из Владивостока. Первая боец ММА, а вторая уехала в Японию, где с ней случилась беда. Спустя годы Аня получает от сестры тревожные сообщения просьбу о помощи и отправляется на ее поиски. Она выясняет, что якутза продали Надю в сексуальное рабство и предпринимает нелегкие попытки спасти сестру. Поставил Амуру режиссерский дуэт Андрея Джунковского и Ильи Овсенева. Помимо Михайловой в проекте сыграли Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Оскар Ильясов, Валентин Цзин и ряд японских артистов. Съемки частично прошли в Таиланде, Санкт-Петербурге и Москве. Продюсер Игорь Мишин представляет Амуру как один из самых долгих в производстве сериалов. Его заявку принесли четыре года назад. Следующая жаркая онлайн-премьера этого бабьего лета русско-аргентинская криминальная мелодрама «Эль Руссо» призер фестиваля «Пилот» Семеном Серзиным и Светланы Ивановой в главных ролях. История о жестком полицейском эмигранте в Аргентине по кличке Эль Руссо и русской девушке из местной общины староверов в Аргентинской Венеции. Однажды их судьбы пересекаются, вы точно вспомните фильм «Свидетель» Питера Уира из 80-х, и между героями вспыкивают чувства, которые должны будут пройти проверку на прочность, когда их жизни окажутся в серьезной опасности. Он не чужой, он наш, русский, раненый. Телесериал «Эля Руссо» снял режиссер Сергей Мокридский, который вместе с актерами отправился в целую латиноамериканскую киноэкспедицию. Камера – оператор-постановщика Юрия Никогосова, отметившегося сериалом «Чики». Ну и еще один российский телесериал стартует на стриминге на этой неделе. Молодежная фантастика «Подростки в космосе». 2054 год. Земля буквально задыхается. Из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки, единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, у каждого из которых свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. «Подростки в космосе» – идейное, но не смысловое продолжение трудных подростков. Это жанровая смесь, где сай-фай встречается с будничной драмой. В кибермире подростков татуировки воспроизводят аудиофайлы. Отвечать на сообщения можно галло-стикерами. А чтобы приготовить еду, ее нужно просто полить водой. Сериал частично впитал и черты реалити-шоу. Интересно, кто из дюжины подростков дойдет до полета в космос. По первым эпизодам сложно судить, удалась ли попытка возродить успешный в советском прошлом жанр космической фантастики. Но заявка на это пока что неплохая. Ну а я желаю вам приятного просмотра во всех возможных гаджетах. Увидимся!